Новый год вот-вот настанет. Какими яствами будут встречать его жители Ленинского района, мы сейчас попытаемся узнать. Салаты, закуски. А салат какой? Ну, оливье, да, традиционно. Овощные салаты, мясные, рыбные закуски. Бывает рыба запеченная. В нашем столе традиционно присутствует оливье, конечно, без этого салата никуда. Это селедка под шубой, грибочки жареные могут быть, шампиньоны. Обязательно делаем оливье, замечательный наш салат. Конечно же, это будет, я думаю, что селедка под шубой. Вы знаете, это является достаточно таким, я бы сказала, недорогим блюдом на столе, который, я думаю, может позволить себе каждый наш житель. Оливье действительно самое традиционное блюдо на нашем новогоднем столе. Не будем отступать от традиции оливье так оливье. Я вот здесь набросал список из некоторых продуктов. Мы, помимо оливье, купим еще что-то. Я рассчитывал на семью из четверых человек. Ну, рук под все пакеты у меня не хватит, поэтому мы возьмем с вами вот такую тележку. Я думаю, она будет в самый раз. Сегодня в современных супермаркетах можно купить любой салат, готовый, но все же приготовление новогоднего оливье – это целый ритуал. Поэтому мы будем покупать ингредиенты отдельно. Салат оливье известен во всем мире. В некоторых странах его еще называют русским салатом. Оливье является довольно простым, вкусным и обязательным блюдом на новогоднем столе. Главное отличие разных его рецептов в использовании видов мяса – птицы, телятины, говядины, ну или колбасы. Ингредиенты нехитрые, да и по карману ударить тоже не должны. Сейчас существуют такие акции, как товар-каталога, когда можно купить достаточно качественный продукт по низкой цене. Горошку купим по той же самой акции соревных огурцов. Вместо колбасы в наше оливье мы положим настоящее мясо. Куриная грудка для этого подойдет отлично. Также мы берем майонез. И десяток яиц. К нашему новогоднему салату нам нужен картофель. Полтора килограмма – 21 рубль. Годится. Пока все более чем бюджетно, значит, можно потратиться и на деликатес. Есть еще один продукт – гвоздь новогоднего гастрономического репертуара. Он, конечно, и дешевый. Интересно, отразились ли финансовые трудности на спросе на этот продукт? Красная икра. Вы знаете, цена красной икры варьируется, я думаю, от 250 до 360-400 рублей за баночку. Я считаю, что это нормально, потому что, в принципе, бутербродов достаточно много можно сделать. Думаю, что можно всегда найти в магазинах тут с приемлемой ценой икры, которую может себе, в принципе, каждый позволить. Сколько бы она ни стоила, но хотя бы раз в год мы можем себе это позволить, и поэтому на нашем столе она будет не приятно. А сколько банок? Банки три точно. Ну, три, наверное, для меня это слишком, а вот две я потяну точно. Ассортимент в современных магазинах просто поражает. Разбегаются глаза от всевозможных язд, красиво уложенных на прилавках. Еще бы цены не кусались. Каждый год существует такая практика, что некоторые магазины розничной торговли прямо перед Новым годом повышают цены. Сейчас мы спросим у управляющего этого магазина, будет ли у них повышение цен. В нашем магазине повышение цен перед Новым годом не ожидается. Наоборот, мы работаем с поставщиками по снижению цен перед Новым годом. Приходите к нам, вы купите здесь очень много товара по очень хорошим выгодным ценам. Все продукты для Оливье в корзине. Покупаем морковь и идем на кассу. Пришло время расплаты. За все свои покупки я заплатил меньше тысячи рублей. Всего-то 975. И, кстати, мне еще подарили помелло. Любой салат должен оставаться прежде всего праздничным блюдом, а не подушкой для определенной части тела, как говорится в известной присказке. С такой глубокой мыслью и нашими покупками мы и покинули магазин. Илья Кремнев, Алексей Руднов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова